Привет! Что же с моим прудиком? Прудик живет своей жизнью. И как мне кажется, все с ним в порядке. Водичка прозрачная. Тут я косила, немножко травки налетела, но это не страшно. Вот такая замечательная осочка подросла. Вот это растение, тоже очень хорошо растет. Выпустила вот такой вот цветонос. Вот он такой, да, замечательный. Уже вот начинают распускаться цветочки. С растениями все хорошо. Он немножечко, конечно, зарастает тиной. Вот. Ее можно немножко убрать. Здесь плавают улитки речные. Они уже вывели потомство. Здесь очень много мелких улиточек. Где-то здесь плавают еще несколько мальков. Чисто случайно их зацепили, когда черпали воду из речки. Хосты все прижились. Вот там новые листочки появляются. Вот здесь, значит, влак мой тоже. Все с ним хорошо. Вот такой колосок вырос. Но он посажен в первый год. Я думаю, на следующий год будет шикарные кустики. И с этой стороны тоже. Тоже колосок. Вот. Красота. Лилейники тоже прижились. Все с ними тоже хорошо. Здесь тоже камнеломки. Вот это что-то какая-то пожелтело. А здесь вот все замечательно. Но это не страшно. Можно будет новые посадить еще. Так, ивушка моя очень хорошо подросла. Я ее уже подрезала вот здесь. Вот кончики все. Чтобы она ветвилась. Так, здесь моя каменная роза растет. И ей с ней все хорошо. Вот. Вот здесь хосточки. Вот уже даже так красиво расцвела одна хосточка. Так что с хосточками вроде тоже все неплохо. Вот здесь начали появляться вон новые росточки. И сегодня я думаю продолжить свою работу над прудиком. Куплены уже вот плитки новые. Тут немножко все заросло, пока меня не было. И сейчас я продолжу обустраивать зону прудика. Сначала я убрала плитку. Удалила траву. И сняла дерн там, где будут посажены растения. Все перекопала. Убрала лишнюю землю, выровняла ее, трамбовала место для плитки. Крытку я уложила в виде ступеней. С помощью камней я имитировала подпорную стенку. Получилось что-то вроде террас в миниатюре. Слева в нижней части я посадила гехеру. А над ней в верхней части пеструю осоку. И когда она вырастет, будет служить фоном для гехеры. Справа в обеих нишах я посадила растения с пеструми листьями. Вот такой вид теперь имеет зона водоема. Как будет дальше развиваться эта зона, можно увидеть в следующих роликах. Спасибо за просмотр и всем пока!